Привет, друзья! Если у вас остались еще свежие вкусные яблоки, то приготовьте такой вот яблочный кремовый пирог. Там мало теста и много яблок. Также присутствуют корица и орехи. Нам понадобится 400 грамм яблок, орехи, корица и все для теста. Количество я обязательно укажу внизу в описании под видео. Итак, сначала мы займемся яблоками. Очистим кожуру, разрежем пополам и удалим все внутренние сердцевины. Далее еще на четвертинки и режем вот на такие маленькие дольки. Они должны быть очень-очень тонкие. Вот примерно такие. Далее перекладываем все в глубокую посуду и обязательно надо полить лимоном либо лаймом, то есть лимонным соком. Либо у меня вот в моем случае это лайм. Итак, яблоки у нас подготовлены. Далее займемся тестом. В муку примерно 1 чайную ложку добавляем разрыхлителя и хорошенько все перемешиваем. В чашу миксера либо в обычную чашу добавляем 2 яйца, сахар, щепотку соли и начинаем взбивать. Пока взбиваются яйца с сахаром, займемся верхом нашего пирога. Он мне будет состоять из грецких орехов и корицы. Для этого я беру грецкие орехи, ну любое количество. И вот так вот мелко нарезаем ножом. Тем временем тесто почти взбилось, поэтому добавляю растопленное сливочное масло и муку. Тесто получается очень достаточно жидкое. Вот примерно такой консистенции, посмотрите. У нас должно с вами получиться тесто. Далее выливаем подготовленное тесто в наши яблоки и хорошенько все перемешиваем, чтобы тесто и яблоко полностью в нем утопали. Далее беру форму. У меня железная форма, я ее смазала маслом, но рекомендую взять либо силиконовую, либо проложить пергаментом железную форму, так как у меня очень плохо доставался мой пирог. Выложила. Далее сверху посыпаю корицей, молотой корицей и выкладываем наши с вами порезанные грецкие орехи сверху. Тем временем я духовка моя разогрелась до 180 градусов и отправляем наш пирог примерно 40-45 минут. Он должен там провести. Итак, пирог мой испекся. Посмотрите, какой он красивый. Ему нужно остыть. Остывает он примерно часа три. То есть, чтобы хорошо достать из формы, чтобы хорошо нарезать, он у вас должен полностью остыть. Друзья, посмотрите, какой красивый пирог получается. Видно слои яблок, тесто там совсем чуть-чуть. Пирог получается очень вкусный. Сверху можно посыпать сахарной пудрой, так он будет еще вкуснее. Аромат яблок, корицы, грецких орехов ваши друзья и близкие оценят этот кремовый пирог. Друзья, обязательно подписывайтесь на мой канал. Также не забудьте подписаться на мой второй канал. Он у меня еще очень маленький, поэтому поддержите его. Покажу вам поближе, какой пирог. Вы можете видеть вот слои яблок и совсем чуть-чуть теста. Пирог мне очень понравился, очень вкусный. Обязательно готовьте. Всем спасибо, что посмотрели мое видео. Всем до скорых встреч!